главные новости путинского балагана уважаемые зрители контент канала вот что был заблокирован так как был подан страйк нам запретил youtube публиковать видео но мы подали апелляцию и страйк был снят продолжим работать в том же режиме спасибо за понимание прекратите график подачи воды в гиринджике сократили до полутора часов вода ушла на аквадискотеку во дворец ну а вы держитесь уголовное дело о нарушении санитарных норм возбудили в москве после протестной акции зато голосовать за поправку об обнулении в грязной палатке или пир у пескова без масок только приветствуются лицемеры за день до митинга путина возмутили цены на недвижимость макарошки сдержать не смог а тут на квартиры замахнулся дом на рублевке пресс-секретарь президента песков и татьяна навка купили в начале 2015 года за вдумайтесь 47 миллионов рублей после этого татьяна навка сегодня заявляет враги россии бьют по самой незащищенной аудитории по молодежи которая вообще не представляет что такое жизнь и страна до путина а не путин ли бьет по молодежи и ее будущему видно с песковым у них семейная поехавшую пургу нести ради новых дворцов она молодец я и восхищаюсь следствие по итогам митинга в москве возбудило четыре новых дела по статье применение насилия в отношении представителя власти скр сейчас будут давить всем чем только можно чтобы вообще никто не вышел 30 января и в последующие дни турчак назвал несогласованные акции 23 января попыткой запада взорвать рф и призвал сплотиться вокруг путина вот так сплотились они вокруг национального лидера сплотиться надо нам а дворцы строят они 80 миллионов просмотров у дворца для путина вынудили пургоносца пескова давать опровержение воскресный прайм-тайм на самом зомбоват нам телеканале это чистое вранье просто каждый раз себя спрашивать а причем здесь путь хорошо наверное есть такой дворец причем здесь президент захарова заявила права нарушителей закона соблюдать не обязательно когда захарова сядет на скамью подсудимых хочу чтобы вместо соблюдения ее прав ей прочитали ее же цитату уважаемая думающая часть нашей страны кто не хочет оказаться на месте этой девочки просьба помочь в распространении материала поставить как можно больше лайков и подписаться на канал чтобы об этом балагане узнали все спасибо любовь соболь оштрафовали на 20 тысяч рублей после задержания на пушкинской площади суд признал юриста фонда борьбы с коррупцией включен список иноагентов виновной в повторном нарушении порядка проведения массовой акции сообщил ее адвокат владимир воронин говно всплыло этот навальный со своими дружками на которые ненавидят саму природу россии они сходятся с наследниками коллаборантов как украины так и беларусь в москве владивостоке и петербурге продолжаются возбуждение уголовных дел после акций протеста в овд левобережный псы не пускают дать передачу задержанным там находятся 23 человека но по номеру телефона дежурный говорит что там нет заключенных но пять минут назад из автобуса вывели людей среди них человек со сломанными пальцами во время акции свободу навальному было задержано 3454 человека по всей россии в управлении делами президента назвали недопустимым бросать снежки в автомобиле со спецсигналами и правительственными номерами серии амр многие из них во время пандемии развозят врачей к больным коронавирусом сообщили в ведомстве интерфаксу такое чувство что для них какие-то стендаперы отписки пишут майор полиции поддержавший навального рассказал как его увольняли активное участие приняла фсб хорошо что трусы не намазали новичком как они это любят примерно в 18.00 мне позвонила сотрудник фсб вот оставили меня там в отделе собственной безопасности в два часа ночи зашел начальник кадров который ознакомил меня с представлением об увольнении из органов внутренних дел в связи с совершением простука поручившего честь достоинства сотрудника полиции полицейский ударивший в живот маргариту юдину пришел к ней в больницу с извинениями и цветами своем оправдании силовик сообщил что за пять минут до ситуации его якобы залили газом и у него запотело забрало цитата я вам клянусь для меня эта ситуация шоковая когда я узнал что произошло для меня это личная трагедия была пострадавшая ответила что все живы ничего страшного не произошло юдина сказала что она понимает что огромную роль сыграл выброс адреналина характерный для такой ситуации она попросила полицейского не переживать и поблагодарила его за хризантемы которые он ей подарил смотрите что получается гражданин бросает в мента бумажный стаканчик извиняется и возбуждается уголовное дело следствие суд обвинительный приговор мент бьет ногой 54-летнюю женщину извиняется и все ничего не происходит никакого следствия никакого суда что это если не полицейское государство в принципе пришел с цветами извиняться поступок мужчины но зная этот режим какие твари руководят такими как этот пацан большое сомнение кто он на самом деле московская полиция возбудила дело о перекрытии дорог на акции в поддержку навального но дороги перекрыли сами менты при содействии мэрии москвы что же не теперь делать будут временная комиссия совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела рф имеет основание полагать что к организации несанкционированных акций в россии причастны специалисты из иностранных государств запад суки такие хотят чтобы рф жила по-человечески но владим владимыч этого никогда не допустит адам делимханов обратился к юному чеченцу вступившему в рукопашный бой с оборотнями на пушкинской площади если он скажет что не поддерживает оппозицию то кадыров решит проблемы с законом вот так вот напрямую показывают как наш российский в кавычках закон работают интересно а русский такой найдется для тех русских которые в такой же ситуации госдума рассмотрит и вот штрафа за незаконную благотворительность сбор пожертвований может проходить только при наличии разрешения власти милосердию в россии нет места по их пониманию не по-христиански это не делиться с путиным и кириллом на митинге в челябинске протестующий помог стать менту который упал споткнувшись о клумбу за столь добрый жест активиста арестовали на 13 суток как говорится за что боролся на то и напоролся хотя человеком нужно оставаться всегда спасибо слабовикам за корректную в кавычках работу на митингах сегодня можно опираться только на российский народ и если такой поддержки нет то во власти нечего делать в россии создали петицию с требованием снести дворец президента рф владимира путина под геленджиком в тексте подчеркивается что возведение дворца уничтожила очередную порцию уникального леса при этом путин не мог не знать что территория где построен дворец находится в центре охраняемой зоны от шасхареса до архипа с линии гор до 3 километра акватории от береговой линии в этой связи жители геленджика требуют снести незаконную постройку и заплатить штраф в казну города а также восстановить вырубленный массив пицундакской сосны и уникальный рельеф мыса убрать бетонный запор с колючей проволокой а также вернуть всем россиянам приезжающим на отдых доступ для прогулок в лес и на пляж связи с волнениями охватившими россию владимир путин с каждым днем теряет популярность среди населения и для удержания власти ему приходится все чаще применять полицейские дубинки у россии появился новый лидер дело в том что эти видео смотрят не только на западе и в самой россии народ но и в кремлевских и министерских кабинетах в москве чиновники начинают понимать что владимир путин перестает быть авторитетом во всех смыслах этого слова и уже путину все сложнее управлять всеми этими министрами и замминистрами они кивают головой но на самом деле ничего не делают в ближайшее время следует ожидать резкий обвал управляемости в российской федерации каким последствиям это приведет скоро увидим